добрый день любители радиоуправляемых моделей сегодня в советах моделистов мы поговорим о том что такое центровка моделей и как правильно самолет отбалансировать вообще когда говорят центровки модели о том чтобы подобрать центровку имеется ввиду подобрать расположение аппаратуры модели так чтобы центр тяжести находился на определенной точке положение центра тяжести обычно указывается в процентах от средней аэродинамической хорды крыла вообще хорда крыла это расстояние от передней кромки до задней и если крыло прямое как вот у нашей цесны то средняя аэродинамическая хорда она совпадает с хорды крыла по большому счету для такого самолета измерять центровку можно практически в любой точке крыла и разницы нет хоть вы на законцовке будете балансировку проверять хоть и около фюзеляжа результат будет один нормальный считается центровка если центр тяжести лежит на расстоянии от 25 до 30 процентов хорды крыла для некоторых самолетов расстояние может быть несколько больше для некоторых несколько меньше ну самый наверное широкий диапазон это от 20 до 35 процентов хорды расположение центра тяжести ну а теперь по простому если у нас самолет с прямым крылом то просто отмеряем от передней кромки одну четверть или одну треть ширины крыла все больше ничего вам делать здесь не нужно если центр тяжести лежит в диапазоне от четверти до третьей ширины крыла значит самолет у вас летать будет ну и как проверяется балансировка находите точку в которой модели вас находится в горизонтальном положении это есть точка нахождения центра тяжести в данном случае цесна у нас имеет несколько заднюю центровку то есть вот это вот расстояние от передней кромки она явно больше чем 30 процентов чем одна треть крыла самолет с такой задней центровкой всегда будет стремиться задрать нос в полете вот у него достаточно резкое управление особенно по тангажу то есть вверх вниз и летать на самолете с задней центровкой вот скорее всего тяжело и некомфортно единственный случай когда стараются специально делать заднюю центровку это пилотажный самолет который должен выполнять какие-то силовые фигуры то есть висение на винте силовую бочку и тому подобное во всех остальных случаях центровку желательно делать чуть более передней если крыло прямое то тут как вы понимаете все просто но что делать если модель у нас имеет скажем вот явно выраженное сужение крыла в этом случае вычисляется средняя аэродинамическая хорда тоже если по простому то при вот таком равномерном сужении крыла когда кромки крыла прямые просто считается хорда не не по центру фюзеляжа по середине размаха крыла чаще всего этого бывает достаточно и есть еще один способ в тоже довольно простой тоже работает практически для любых сужающихся крыльев берем измеряем расстояние вернее измеряем длину корневой хорды то есть то что у нас находится рядом с фюзеляжем самая длинная нервюра в моем случае 42 сантиметра до руля высоты вернее если я продолжаю заднюю кромку линию задней кромки она у меня пересекается в этой точке перед кабанчиком две линии если провести и от передней кромки до этой точки 42 сантиметра длина концевой хорды 25 сантиметров складываем 42 и 25 получаем 67 делим пополам 33 с половиной сантиметра и доходим точку где у нас длина хорды крыла будет 33 с половиной сантиметра то есть вот она получается вот это вот эта линия и теперь точно также берем две точки четверть от этой хорды и 30 процентов скажем одну треть ну вот 33 сантиметров одна треть это 11 сантиметров так как передняя кромка прямая то в принципе 11 сантиметров тоже можно отложить практически в любой точке в моем случае получается что 11 сантиметров они вот на уровне сервомашинки при таком расположении центра тяжести как видите модель старается нос опустить то есть в центровка более передняя проверяем например взять за кронштейн как раз модель балансирует то есть центровка у этого самолета не 30 процентов и 33 вернее процента порядка 26 тоже в пределах нормы и модель как вы могли видеть в одном из наших предыдущих видеороликов прекрасно летает точно такому же принципу ищется средняя аэродинамическая хорда в том случае если у нас передняя кромка крыла не прямая стреловидная немножко или крыло имеет эллипсную форму точно также измеряется длина корневой хорды измеряется длина концевой хорды делится эти две цифры складываем делим пополам и находим точку в которой получается у нас необходимая длина но так как передняя кромка у данного самолета уже нет не прямая то измерение все производим именно вот в точке нахождения средней аэродинамической хорды но опять же в случае если сужение крыла равномерные просто делим размах крыла пополам средний размах крыла у этой модели получается на расстоянии 23 сантиметра получается центральной линии от осевой лучше наверное снизу показывать более точно будет берем от осевой линии отмечаем половину 23 сантиметра в нашем случае вот на этой линии на половине размаха и нужно будет измерять расположение центра тяжести измеряем ширину крыла 165 миллиметров одна треть у нас будет 55 миллиметров то есть центр тяжести должен находиться вот в этой точке проверяем что получается и получается ли получается что центровочка немножко передняя но очень близко к 30 процентам тоже этот самолет с такой центровкой нормально летает поэтому никаких проблем тут тут нет ну теперь рассмотрим случай когда у нас крыло стреловидное то есть и по передней кромке и по задней идет скос в данном случае наша летающая крылышко как найти среднюю аэродинамическую хорду вот такого стреловидного крыла но опять же если у нас крыло прямое без сужений без каких-то изгибов то просто находим половину размаха и по этой линии у нас и будет находиться средняя аэродинамическая хорда но если крыло имеет более сложную форму например сужается то тут работать лучше всего геометрически то есть стреловидное крыло приводим к прямоугольному самый простой вариант проводим линию по законцовкам крыла проводим параллельную линию на уровне носа передней кромки самой передней точки крыла и считаем середину вот именно вот этой длинной хорды вот этого расстояния ну или в случае летающего крылышко вот этого вот тоже очень удобно ставите просто модель на стол измеряете расстояние от стола до носа до пересечения передних кромок в моем случае практически ровно 40 сантиметров получается и от этого расстояния берем те же самые 25-30 процентов от 40 сантиметров 25 это будет ровно 10 сантиметров отмеряем это расстояние на модели кстати 30 процентов это было 14 сантиметров то есть вот в этом диапазоне у нас должен находиться центр тяжести и проверяем как у нас отбалансирована модель пробуем для начала 25 процентов перевешивает назад 30 перемешивает вперед как раз где-то посередине у нас и находится центр тяжести все нормально крыло при такой балансировки тоже отлично летает кстати такой геометрический способ прекрасно работает для практически любого стреловидного крыла можете взять модель миг-15 точно точно также проводите линию по задним кромкам при приложу линейку для наглядности линия по самым задним точкам параллельная линия по самой передней точке пересечении двух передних кромок крыла и от получившееся расстояние измеряете находите нужную точку расположение центра тяжести балансируете модель чтобы центр тяжести там не оказался после этого практически любой самолет начинает летать для относительно простых конструкций модели для классического крыла для стреловидного крыла было нахождение средней аэродинамической хорды в общем то не такое сложное ну и относительно этой самой хорды делается балансировка гораздо сложнее бывают случаи когда строится модель какой какой-то экзотической схемы те же утки интегральная компоновка но скажем современные истребители у которых подъемную силу в том числе и фюзеляж создает и переднее горизонтальное перение в таких случаях так вот на пальцах можно сказать прикинуть расположение центра тяжести бывает очень трудно тут лучше действовать экспериментально если у вас нет знаний как как рассчитывается это все они вы не умеете пользоваться программами расчета центра тяжести таких вот экзотических конструкций то проще всего сделать миниатюрную модель размером с этот истребитель и попробовать ее запустить просто как планер если она полетела значит центр тяжести у вас подобран правильно примерно по такому принципу мы действовали когда делали наш истребитель шестого поколения если вы помните это было треугольное крыло с изменяемой стреловидностью тоже довольно сложная схема в плане поиска оптимального центра тяжести ну вот была сделана маленькая модель на ней проверили ее отбалансировали запустили как планер она полетела после этого стали собирать большую модель примерно с той же самой центровкой в том же месте и она тоже у нас полетела так что опыт и практика они всегда дают истинный результат если не хотите заниматься расчетами всегда можете воспользоваться этим способом но на этом я с вами прощаюсь если у вас остались какие-то вопросы оставляйте их в комментариях под этим видео ставьте лайки если вам нравится наш канал подписывайтесь кто еще не успел это сделать и ждите наших новых выходов в эфир до новых встреч до свидания подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии и ждите новых видео до встречи играем по-взрослому